отчет о том как прошла ночь что мне понравилось что стало пригодным и дальше буду использовать свои практики если таковая будет после таких вещей как правило охота отбивается но это и есть хорошая проверка она дали вообще там при покупать какие-то дорогие гостоящие вещи для того чтобы потом бросить их через полгода и продавать по дешевке на всяких барахолках так вот я могу сказать все прошло нормально итоговым всего стало в общем-то более 1900 кадров одиночных хорошие достаточно с хорошим качеством как ни странно во всяком случае при рассмотрении сейчас на 27 дюймовом мониторе в стопроцентном расширении в общем то можно сказать что работа для deep sky стекера или другой аналогичной программы будет пробовал уже сложить парочку там 10 где-то изображение да она начинает работать проявляться то есть это работает но что мне не понравилось и что бесполезно и что в принципе я советую на это обратить внимание или менять если вы пойдете по этой дороге вот подобные вещи выкиньте чертовой матери ну как не вот конкретно вот таким то есть ну как плохая рыбка дешевая юшка там дешевая рыбка плохая юшка да то есть это не светосильная вещь это в лучшем случае вы увидите там третью четвертую звездную величину то есть совсем такие как бы достаточно слабые звезды он вообще уже не возьмет а надо чтобы брал поэтому парду пошел по другому пути что мне еще не понравилось это конечно же что ну ночью надо в общем-то находиться на каком-то удалении даже от тех людей с которыми вы катаетесь это хорошие люди это замечательные люди но люди любят зажигать фонарики ходить по всяким делам санитарным зажигать костры в конце концов но это не такие уж там скажем да мелочь как бы эти сложности которые нельзя не пережить естественно мне еще один момент который который надо теперь обращать внимание я очень пожалел что вот видоискатели моей камеры которые сейчас я снимаю этот короткий отчет нет углового вот этого призменного видоискателя потому что выворачивать шею когда объект находится в зените а это как раз так и произошло на второй сессии съемок это конечно песня эта песня это надо иметь акробатические данные выполнять акробатические чудо ну а что мне понравилось первое как ни странно вот мое изобретение под названием и штатива экваториал парадокс работал прекрасно буквально подвел когда вышла полярка чуть-чуть его подправил как мне показалось более точно чем вот этот вот старый проверенный но вообще видавший виды мой извините смартфон это уже даже смартфон это зовешь с кацаным экраном но работает короче зараза вот а если он работает и c sony мне что-то как-то в жизни пошло все по соне хотя как-то эту технику не очень люблю но так сложилось вот очень понравилась вот эта находка с этим моей площадкой действительно вот кстати баланс масс действительно имеет значение серьезно имеет значение даже то авоська которая смешная такая она очень даже выручила несмотря на то что был ветерок слабый где-то читам до 4 может быть метров в секунду 24 но достаточно иногда даже так поддувала я все думал когда же это все начнет шататься нет все прошло на ура в общем то я доволен то есть сама система вот такого позиционирования и работы по одной вот оси вращения там не знаю дек рэй скорее рэй называется она как ни странно да порадовала шаровая вот эта головка который я снял со штатива на котором состоит это все снимает мягкость ухода и достаточно комфортно все это было за исключением той точки когда уже ты подходил конечно еще раз повторю зениту здесь конечно бы угловое но где его взять зеркальце какой-то но это все невозможно как я вышел из самой такой тяжелой с тощим как на больше всего нашло ушло на это время психов нервов там и так далее это кадрирование кадрирование поиск объекта но если с поиском объектом более-менее было понятно долго было непонятно как пока аккомодация глаза не произошла тоже надо на это учитывать время не волноваться потому что ну вот наша наш объекта вот это участок созвездия андромеды вот такой вода и нас интересовала вот эта часть то есть где-то ну грубо говоря это не очень сильная звездочка это более яркая вот видим как правило вот эту и вот эту хорошо потом просматривается вот это но это людям таким уже старым перцем как я вот приблизительно так они воспринимают открытие когда был молодой и все хорошо тоже видел поэтому не сопите в дырки не радуйтесь все идет своим чередом и годы всех догонит год вот эту звездочку еще более-менее хорошо видно мир к по-моему мир короче как так называется сейчас умничать не буду что потом не было вот эти придирок потом это чуть послабее звездочка это уже так ну совсем-совсем как-то не так и потом идет вот две такие слабые как рога . может и вот я не путаю но где-то так я помню что потом начал считать раз два три и на 3 я начинал вот искать наш объект вот этот объект его вот не вот если долго смотреть глазами долго смотреть он просматривается как как нечто что-то звезда звезд как звезда как не звезда но но видно да в определенную часть ночи где-то там после двух во всяком случае после пол вернее после часа пол второй долго смотрят это начинаешь наблюдать и она как вершинкой стоит вот в этой рога . так вот кадрироваться я кадрировался вот по этой звезде и оказывается заглядывая внутрь видоискатель своей с льты камеры пикинг выручил меня очень такую такая функция как пикинг то есть пикинг это функция наводки на резкость да и когда она поддергивает вот контурами ту часть объекта которая в резкость так вот звездочки определенной величины начинают становиться красными точечками только надо чуть-чуть подождать весь вопрос только бы состоял в том что не все звезды естественно одинаковые яркие и поэтому есть тусклые звезды которые очень крайне редко начинают помаргивать поэтому я пошел по пути наименьшего сопротивления просто увеличил как бы вот одна секунда была рабочая выдержка а я начал увеличивать это много примеру до 30 секунд и вот я стал наблюдать уже гораздо больше этих звездочек и вот таким образом я вывел эту звездочку что вот я на ней дальше уже дело было техники видоискатели и ставил на определенную часть сетки через 30 кадров съемки вышел на цифру 30 кадров оптимальная цифра 30 кадров когда можно потом после 30 кадров сессии серии перекладка гидирования и опять продолжение вот и первый вариант этой звездочки был в этой части кадра поэтому галактика вышла здесь мне это не понравилось я стер всю карточку тоже было достаточно глубокой ночью перекадрировался так чтобы вот это наша звездочка стала здесь соответственно туманность немножко подвинулась центр кадры надо стремиться к тому что вот такие не очень хорошие оптические свойства объективов на мой взгляд ну конечно чем в цен чем центровее тем центровее то есть чем больше центре кадра объектем больше шансов на то что он будет более-менее резки четкие и так далее с проблемы с водкой на резкость вообще отсутствовали а более того интересное наблюдение не знаю защищу это происходит но когда ты по пикингу наводишься вот на резкость то в определенный момент этот красненький цвет у меня стоял красный контур есть можно поставить желтый зеленый красный вот у меня таких три основных цвета то есть объект резкости он становится красненьким так вот звездочки были красненькие но иногда они становились синенькими это уже я так понимаю происходило за счет неоднородности атмосферы в тот момент но чем выше было к зениту тем этот эффект становился все слабее слабее то есть в основном они были красного цвета и основные кадры потом я ложил уже практически находясь в зените когда все находилось это было конечно очень удовольствие ниже среднего но вот я имею ввиду когда мы смотрели и перекладывать потому что откидной экран абсолютно бесполезный момент потому что ну не у них черта вот эти пикинги звездочки не видны может надо было увеличить там из сода 25000 там бы что-то проявлялась но я думаю что шум бы съел вот эти звездочки поэтому в общем-то выбор выход из ситуации нашелся я это достаточно ну легко ну как легко ну в общем это сделал теперь я предлагаю перейти непосредственно к обработке я сейчас буду это делать скорее всего что в программе deep sky стекер вчера на правда за рта чилась кошмарно не хотела ничего складывать ничего кричала что все время не хватает памяти об там что-то memory я ее переустановил ничего в итоге не получил хотя до этого все великолепно работал я сейчас перешел на другой ноутбук у дочери одолжил его сейчас и пойду подсоединю большому просто монитору 27 дюймов потому что ну на нем и правильно по цветам работать и естественно для глаз не так это вредно вот и там уже внутри самого процесса я что-то буду комментировать что-то говорить ну а вы будете это видеть слушать и таким образом куда-то вместе продвинется им сразу говорю я не силен вот всяких этих терминах там настройках ну как чё понимаю объясню и посмотрим потом на конечный результат и что вот мы из этого всего выжили получили потому что вот млечный путь я снял там 75 кадров я уже обработал без вас тихенько втихаря мне понравилось но млечный путь это млечный путь это извините взял широкоугольный объектив но не такой широкоугольный там 24 там дырочку открыл до 2 и 8 сделал там 30 лайтов по 8 секунд и сложил и ну проверял собственно саму программу на новом на другом компьютере тут работает там не работает как там монитор есть тут монитора нет но сейчас из комнаты в комнату что-то перетащу подсоединю из записи уже там потом выложу как я лампачил делал и посмотрим вместе на конечный итоговый результат мы будем дальше делать уже выводы стоит ли так идти такой дорогой или надо что-то поменять ну короче каждому тому же свое каждому решать итак перейдем уже непосредственно к обработке